Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Самые ранние датировки городища относятся к IX веку Поселение существовало синхронно со Старой Ладовью Как и другие укрепленные поселения по Волховье Приурочено к наиболее сложным участкам водного пути – порогам Ряд памятников в районе порогов уже давно хорошо известен В 1884 году Брандербург предпринял в село Михаил Архангел раскопки грандиозной насыпи Предполагает искать могилу Олега Вещева Особое внимание уделялось изучению поселения у деревни Новые Дубовики В 1952 году его раскопки вела Невская экспедиция А в 1972 исследование продолжил Носов В 1990 году в связи со строительством нового автодорожного моста Экспедиция под руководством автора была раскопана 9-метровая первая субь В 1997 году в рамках программы поселения на порогах, финансировавшейся мэрией Волхова Такая попытка была предпринята Раскоп 1997 года подтвердил предположение Носова о том, что данный участок связан с хозяйственно-производственной зоной Отчетливых следов жилищ, как и в роскопе 1972 года, здесь не обнаружено Зато в изобилии встречены металлические шлаки, крицы, найденный тигель и льячка Среди индивидуальных находок следует отметить бронзовую бутылковидную подвеску и медную пряжку С подпрямоугольной рамкой с вогнутыми сторонами Датировка пряжек не выходит за рамки IX века Таким образом, раскопки того сезона подтвердили нижнюю дату поселения Это IX век, возможно, его первая половина Однако, представленное у некоторых исследователей мнение о прекращении жизни на нем до середины X века лишено основания В подъемном материале встречены фрагменты гончарной керамики X и XI веков Особое значение для понимания роли новых дубовиков и их места среди памятников по Волховье имеют связанные с ним группы сопок К северу от поселения находилось семь сопок До настоящего времени хорошо сохранилась одна нас Из грабительской ямы в ее вершине происходит лепная урна с кальцинированными костями, среди которых находились солтовский перстень Орнаментированный накосник, цепочка и фрагмент браслета Севернее ее располагались остатки другой насыпи, исследованные в 1997 году Насыпь сильно пострадала, с западной стороны ее основной объем рухнул в карьер в разработке плитника А остальные полы пострадали от построек деревни Однако установлена ее внутренняя структура, реконструированы размеры Но одно из самых интересных наблюдений сделано под первоначальной насыпью На материке были открыты следы распашки на древнем поле А на уровне границы погребенной почвы и насыпи следы ритуальной распашки Сохранились отпечатки травянистых растений Учитывая, что под сопкой распашка не обнаружена, можно определить границу пахотных полей к северу от поселения В центре первоначальной насыпи выявлены остатки столба Сопка сооружалась в три этапа На первом был вырезан материковый останец высотой до 1 метра Диаметр образовавшейся площадки составлял около 17 метров В центре ее была сложена куча камней Затем был насыпан кольцевой валик и заполнено внутреннее пространство им ограниченное На первом этапе сопка выглядела как курган с плоской вершиной диаметром около 18 метров высотой 2,5 метра По основанию была сооружена каменная кладка в один ряд валунов На втором этапе высота насыпи была доведена до 6,5 метров На ее вершине устроено кольцо из валунов В нем помещались остатки кремации, совершенных на стороне Выявлено не менее пяти погребений Три находились в лепных урнах, их инвертарь скуден Железные ножи и подчетырехугольная железная пряжка Вероятно, это мужские захоронения Инвентарь двух женских погребений наоборот богат Два набора разнообразных бус Разнотипные бронзовые браслеты, трапециевидная подвеска, накосники, височное кольцо с завитком наружу Обрывки цепочки, прониски, спиральки На основании инвентаря в первую очередь с наборов бус погребения можно отнести ко второй половине IX века Первой половине X веков Радиоуглеродный анализ подтвердил эту дату Окончательный вид сопка приобретает в результате третьей досыпки Достигнув диаметра 28-30 метров и высоты 9 метров Еще три сопки находились к югу от поселения Две крупные насыпи полностью уничтожены Одна, выявленная только в 1997 году, сохранилась Таким образом, поселение окружало не менее 10 сопок Большинство из них достигало высоту 7-9 метров Схожесть инвентаря, деталей, технологий строительства и внутренней структуры сопок Говорят по всей видимости об относительной краткости хронологического инвентаря их возведения Южный конец комплекса памятников у деревни Новые Дубовики находится у восточного края плотины Волховской ГЭС На противоположном берегу Волхова у другого западного края плотины находится церковь Архангела Михаила К югу от нее в 1884 году Брандербург раскопал огромную сопку Достигавшую 10,5 метров высоты И древнерусский грунтовый могильник 11-12 веков при ней Анализ фотографий строительства Волховской ГЭС показал Что останется той сопке, исследованной Брандербургом, примыкает с юга к музею Графтио Еще южнее находились две небольшие сопки И замыкала группу большая насыпь, традиционно связывающаяся с деревней Шкурино-Горка Субтитры создавал DimaTorzok